я бы сделал свой клуб вот здесь 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 и вот здесь чтобы все выровнять здесь нажимая один выбирая все вот эти vertex и давайте сделаем shift клик world допустим с дистанцией сантиметр чтобы эти vertex и дотянулись друг 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 до друга нажимая ok и как видим у нас произошел well target клик клик это было быстрее чем делать все вручную давайте решим с нижней частью тоже здесь мы добавляем опять же connect 23 уровня видимо нам нужно четыре от же можем это чуток пинчнуть и слайднуть в эту сторону ok нажимая один выбирая все вартик за который здесь опять же нажимая на world и ближние vertex и должны были дотянуться и уэлднуться друг до друга нажимая 3 выбирая все открытой грани как видите здесь нет никакой дырки а вот здесь нажимая один вручную можно будет полгнуть это сюда это сюда это тоже думаю можно даже сюда как и это сюда и так далее выбирая вот эти vertex и я бы это все чуток приподнял чисто чтобы избежать искажений но так само собой из искажения чуток неизбежно это нормально вот здесь тоже сделаем well здесь тоже у нас должен быть world посмотрим как это выглядит как видим здесь почему-то не происходит world давайте посмотрим почему здесь world у нас есть нажимая 3 control и оказывается здесь у нас дырка правая кнопка конверта vertex well shift-клик world с минимальной дистанцией enter окей выходим из этих поля open sub div не проблема нажимая 4 выбираем вот это удаляем нажимаю 2 вот этот edge думаю можно будет просто брыджнуть клей до сюда клик посмотрим после этого вроде бы все нормально вот этот результат меня больше устраивает посмотрим как будет дальше нажимая 1 выбирая все вот эти vertex и стоит выровнять это все по игреку опять же нажимая r правая кнопка вот здесь snap on w вот сюда это можно подвинуть вот это выглядит лучше по моему без дополнительной натянутости нажимаем 2 клик-клик как видим весь лук вот здесь выделен мне нужно все кроме вот этих и давайте шифтом это все тоже подвинем вот так заметьте у нас тут 1 2 edge этого достаточно я бы хотел упростить здесь тоже это тоже весьма возможно нажимаю 2 допустим я хотел бы оставить только вот это и вот это хотя вот это выглядит лучше соответственно все остальные допустим вот это можно коллапснуть какие click control click alt r collapse как и вот здесь click control click alt r collapse здесь у нас 3 сверху нас 4 у нас будет еще один ряд сам особый который может сюда прийти и соединиться вот отсюда нажимая 4 вот это я бы удалил нажимая 2 вот это я бы вытянул до конца вот сюда нажимая 1 нажимая r по игреку это выравниваем как и по по z мы это выравнили по игреку тоже snap on shift on snap on под z вот досюда поднимаем нажимая 1 здесь тоже просто сделаю коллапс на всякий случай 3 на 3 отлично меня это более чем устраивает а вот здесь чтобы создать достойное соединение видимо нам нужен еще один луп вот здесь click 2 click control click bridge а теперь нажимаю 2 а теперь нажимая shift он отсюда выбираем все досюда w чтобы двигать shift он по игреку вытягиваем допустим до вот этого места нажимая 1 а вот это все кроме вот этих конечно нажимая r по игреку выравниваем нажимая w по игреку вытягиваем до этого места нажимая 3 выбирая все открытые грани правая кнопка convert to vertex shift клик на world с минимальной дистанцией окей вроде бы везде где нам нужно у нас произошел world на данном этапе нажимая 2 шифтом отсюда клик досюда клик выделил все w с шифтом вот до этого места далее шифтом вот до этого места и здесь тоже стоит создать упрощение но прежде чем создавать упрощение сделаем кое-что другое нажимая 1 это само собой коллапсим как и вот это коллапсим нажимая 3 control и вы нажимая здесь клик правая кнопка кнопка convert to vertex shift клик на world ok вот здесь нам не хватает соединения возможно мы смогли бы просто таргет вылднуть это вот сюда здесь тоже убираю вот этот edge пока что здесь мы решим чуть позже нажимая 3 клик нажимая 2 убираю вот это все ну кроме вот этого само собой убирая все что наверху и вообще вот это тоже нажимая snap шифтом тянем досюда а здесь я делаю alt r connect столько сегментов сколько нужно без сдвига без пинча раз два три четыре пять шесть семь восемь нам нужно восемь вот это более-менее совпадает ok в этом диапазоне точно через один надо будет убрать луп чтобы расширить этот луп можно сделать плюс сделаем control backspace чтобы эти edge исчезли с вертексами а вот здесь я сделаю временно как и вот здесь я сделаю временно сплет а вот здесь я сделаю dot ring нажимаем remove и вот у нас айджи почти синхронизировались нажимая 1 вот это можно растянуть чуток в эту сторону можно даже таргетом вылднуть отсюда сюда нажимая 2 вот это и убираю а вот это тоже делаем remove вот теперь у нас почти полная синхронизация и здесь нажимаю 3 клик правая кнопка конверта vertex опять же тот же world ok опять же три клик как видим вот здесь оказывает у нас дистанция из-за чего world не произошел но таргет well нам в помощь опять же 3 клик видимо вот здесь тоже нам нужно дополнительная синхронизация нажимая 1 выбирая все эти vertex и shift click на well допустим один сантиметр диапазон нажимая 3 клик как видите здесь тоже все у вайлд ну то отлично нажимая 2 убирая все вот эти edge кроме вот этих тоже само собой которых тоже можно между собой просто уже бричнуть надо убрать правда вот этот edge теперь остались только противоположенные так что брич возможен а здесь я нажимаю 1 выбирая вот этот vertex backspace удалил как и вот его тоже backspace удалил теперь я смогу здесь добавить новый swift loop клик которого давайте еще и выровним нажимая r по y правая кнопка ws по y вот сюда мы его выровняли теперь вот это можно будет коннектнуть и того проблема со лупом здесь решена connect а вот здесь connect просто так невозможно потому что тут у нас открытая щель легче будет нажать 4 вот это удаляем нажимая 2 вот эти edge можно вот к этим edge именно причем я не думаю что есть смысл продолжать вот эту часть в заднюю сторону так что можно нажать 3 клик 2 убирая вот это все как и вот это и вот это думаю можно будет убрать вот это все тоже как и вот это и вот это и вот эту шифтом я могу это сдвинуть r еще раз r по x у можно это все выравнить w с тянем вот до этого места нажимая 1 дальше уже target world это сюда нажимая 2 эти edge я конвертирую vertex и а вообще можно выбрать все вот эти vertex и здесь нажимая r по x у мы это все выравниваем вот так правая кнопка и это все давайте еще и world ним дистанции сантиметр world произошел достаточно уверенный нажимая 3 клик нажимая 2 убираю вот это убираю вот это пока вот эти все edge какие эти все edge выделены попробуем прыжнуть в принципе вот эти можно будет коллапснуть нажимая 4 клик shift клик 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 дарить как и здесь тоже на самом деле дарить нажимая 3 клик 2 вот это вот это убираем теперь еще раз bridge вроде бы топология совпало вроде бы везде закрыли но само собой стоит еще и сзади добавить еще один луп чтобы форма не потерялась правда здесь луп особо не добавишь но можно quick slice 0 например snap он отсюда вот сюда или можно было бы использовать еще и коллапс допустим это все с помощью edge constraint раздвину больше сюда чтобы эта часть может чуток вот так и теперь убирая edge constraint теперь если это тянем вот так то этот луп удерживает с акцентом вот этот шов а вот это тоже клик клик можно отодвинуть чуток больше сюда выходим из-за детали нажимая open sub-div нажимая f4 и у нас вот такая ситуация on high all стоит добавить шовчик вот здесь тоже конечно давайте это сделаем могу добавить swift loop вот сюда клик нажимая 2 он идет у нас полностью по кругу до вот этого шовчика в принципе неплохо shift-клик на экструд правая кнопка правая кнопка расширяем выдавливаем можно еще раз экструдный также можно уменьшить ширину нажимая ok выходим из-за дет поле нажимаем open sub-div и получаем вот такую своеобразную ситуацию которая идет полностью по кругу весьма своеобразный объект конечно а вот здесь тоже нам понадобится еще один луп само собой клик клик как и вот здесь insert нажимая один это отодвинем high and selected то же самое сделаем здесь два клик insert и заодно здесь у нас решена проблема с треугольником насколько бы это не было важно нажимая один control click здесь и здесь click и здесь тоже подвинем вот так нажимая 3 выбирая все открытые грани опять же закрываем каполе конвертируем в полигоны конверта face делаем опять же shrink выбираем вот эти вручную alt x вроде бы все остальные уже выделены давайте еще раз на всякий случай округлим джо поле alt x опять же сделаем то же самое shift-click insert вот так применяем extrude вот так пусть будет еще один extrude apply alt x пусть будет высота примерно вот такая ok делаем grow shift-click extrude в своем направлении относительно локальных направляющих вот так ok опять же shrink shift-click insert это меня более чем устроит ok хотя сделаем еще один inside ok сделаем convert to vertex вдруг это нам понадобится возвращаемся в режим полигона делаем collapse а то что мы конвертировали в vertex и как видите эти точки все еще выделены везде я могу конвертировать в полигоны